Никто так душевно не пишет о выдающемся поэте, нашем земляке Роберте Рождественском, как его родная дочь. В концертном зале «Сибирь» презентовали уникальное издание – книгу Ксении Рождественской «Роберт Рождественский. Чужой билет» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Ксения – человек очень непубличный, очень скромный, очень закрытый, но тем не менее, человек также наделенный литературным даром, талантом. И с учетом этого мы обращались к дочерям с просьбой, что, может быть, кто-то из них напишет такую книгу нашей серии «Алтай. Судьба. Эпоха». И очень приятно, это тоже единственный и уникальный случай нашей серии, когда книга написана близким человеком, дочерью. Ксения Робертовна, она талантливый журналист, кинокритик и активно пишущий человек. Мало того, я вам приведу даже такой пример, что настолько фамилия Рождественский, настолько это уже бренд, настолько это уже безупречная репутация, что, например, у Ксении Рождественской есть литературный двойник. Есть автор, который пишет какие-то книги о мистической Москве и которая зовется Ксения Рождественская. Представляете? Книга Ксении об отце поступит во все библиотеки Алтайского края, а также в школьные библиотеки. Презентация книги состоялась в рамках фестиваля Роберта Рождественского, который в эти дни проходит на Алтае. Песня «Поклонитесь леву русскому, поклонитесь на земле». На большой народный праздник в село Косиху на родину поэта ежегодно съезжаются тысячи человек. Среди гостей множество знаменитостей, писателей, музыканты, актеры. Кстати, песенная пора в творчестве Роберта Рождественского началась именно на Алтае. Здесь в 1955 году он случайно встретил председателя сервиса композиторов СССР. Но лучше назвать судьбой. В этом году почетными гостями станут народный артист России Дмитрий Певцов, актриса театра и кино Валерия Ланская и другие звезды. По традиции приедет и дочь поэта Екатерина Рождественская сыновьями и внучкой. В Министерстве культуры Алтайского края в очередной раз подчеркивают, что фестиваль Роберта Рождественского имеет огромное значение для всех жителей и гостей региона. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.